ханука самая шаббат шалом добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы и сегодня у нас праздник ханука что мы читаем в хануку читаем часть главы нас у и каждый день хануки читаем раздел где вожди колен израиля приносят дар в храм и очень интересно получается что с виду кажется что все одинаково но не все так просто написано допустим в первый день жертву свою принес нахшон сынами надава из колена и гуды и там дальше написано дар его одна серебряная чаша в 70 шекелей одно серебряное блюдо в 130 шекелей оба наполненные тонкой пшеничной мукой смешанной с маслом одна золотая ложка в 10 шекелей весом наполненная смесью благовоний один бык молодой один баран один ягненок это жертву все сожжения и козел жертву грехочистительную а в жертву мирную 2 быка 5 баранов 5 козлов 5 ягнят и написано что это жертва нахшона сына аминадава колена и гуды но хорошо потом написано во второй день принес во второй день жертву свою принес не то эль сын суара вось колено из сахара и потом также перечисляется одна серебряная чаша в 70 шекелей и одно серебряное блюдо в 30 шекелей и так дальше это все одинаково но уже мы видим что добавила слово в ось там было на шон сын аминадава из колена и гуды а здесь не то эль сын суара вось колено из сахара шо потом третий день третий день жертву свою привез вось реал сын хейлона вось колено с вулуна и его жертва одна серебряная чаша и тогда все одинаково но тут уже стоит вось впереди когда касается колено с вулуна а раньше в первом случае с нахшоном сын аминада вообще не стоит слова вось а с не то лиц и суара из вось колено из сахара стоит то есть вось стоит позже а здесь в начале что это такое вообще и потом все одинаково всех колено вот четвертый день вось в жертву свою принес так дальше все одинаково тут уже перечисление идет сначала вось потом называется имя все 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 но чем же отличается кто такой царь царь это человек который он мудрец стороны он обязан стороны расставаться никогда учит ее всегда и он еще и богач почему он стоит на первом месте ну как подобает царскому колену царю стоит на первом месте а на втором месте стоит мудрец торы колено из сахара это же мудрец и торы и они стоят на втором месте а звулун это богач он содержит колено из сахара он поддерживает его потому что по-другому не работает если звулун не будет совершать из сахара как мы читаем главе браха то браха не будет работать то есть они вместе тора выученная и сахаром делится в этом мире с звулуном и в будущем мире так делится а средства на которой содержится колено из сахара мудрец и торы который обязан давать звулун тоже делится между между ними и тогда в этой в этой связке они работают если нет никак влас вей не получает звулун должен поддерживать и в еврейской иерархии я прочитал книги хайма донина быть евреем написано что мудрец стоит выше богача вот так поэтому царь у нас получается и куда и мудрец и богач он впереди стоит потом идет мудрец из сахара который торусь всю жизнь учит он посвятил себя изучению торы и потом стоит богач звулун вот так вот так вот интересно можно на это посмотреть праздник ханука что у нас какое-то время было тяжелая ханука это трудно себе представить то есть тора то читаете греки пожалуйста читайте это книга хорошая читайте все пожалуйста нет никаких проблем вам никто вас не трогает но заповеди полонят нет нет вы учитесь как у нас спорт все остальное и время действительно жесткое было и был их ней царь или наместник грек звали его антиох эпифан и что он творил взял женщину еврейскую у нее семь детей зовут ее хана и он хотел продемонстрировать свое величие чтобы дети поклонились идолу как он сказал ели свинину в общем старший сын не поклонился не перел свинину казнили и так 2 кознили 3 4 5 6 7 решили пожалеть совсем маленький ребенок ну и говорят ему мы бросим кольцо ты подними как будто наклонился и все и тебя никто не тронет ну а он смекнул чем дело и не наклонился кольцом его казнили хана упросила римских греческих солдат поцеловать детей своих убитых она их поцеловала и сама сбросилась с высоты и разбилась вот такая страшная ситуация была которую трудно себе представить вообще вот так и надо было выстаивать и нашлась одна семья которая была против всего то есть называются называют их маковеи вот эти люди там и куда маковей мать и тягу вот они взяли восстание подняли и победили казалось бы невероятной войне где маленькая семья сражается с невероятной армией греческой и всевышний дал победу дал победу это было не один три года битва была они партизанскую войну вели победили и нужно было осветить храм они хотели сразу зажечь минору храме но не было масла такого как годится в минору мы же знаем с вами что минору идет масло специальное из первой вышимки из тех оливок которые растут прямо на солнце на вершине деревьев и вот такие оливки нужно было и все 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 и надо приготовить и для того чтобы приготовить масло нужно было восемь дней они нашли один кувшинчик с маслом с печатью первосвященника пишется которая действительно для этого годилась и они зажгли этот кувшинчик масло на один день его должно было хватить и всевышний сделал невероятное чудо масло горело восемь дней то есть бывают такие вещи что всевышний открывается делать невероятные чудеса главное желать сделать что-то хорошее а всевышний нам всегда поможет откроет нам дорогу главное чистого сердца чего-то хотеть хорошего чтобы мы старались заповеди исполнять а на этом наш урок заканчивается всем браха парнаса кавана мазал то что мы это время не грешили учили тору всем хану касамеях шаббат шалом и до следующих встреч надеюсь остается въем решен 15 часов шалом шаббат шалом